Указ к 1 июля подписать контракт, и вчера они торжественно показали, как батальон Ахмад, полк Ахмад подписывает. Ну, понятно, Кадыров, но с Кремлем, Минобороны, он теперь за них. Он все, он больше не с Женей. А этот выступил Пригожин достаточно жестко. Он сказал, что мы не подчиняемся. А как, с вашей точки зрения, технически может дальше пойти это развитие событий? Им вручат повестки всем, их вернут назад в камеры, откуда они пришли. Пригожина просто кокнут. Потому что все это ЧВК без Пригожина, понятно, что они поднимут все руки. Вот как может дальше развиваться с вашей точки зрения? Ну, по логике Пригожина должна убить. Потому что формально, да, им могут прекратить все контракты, выплаты, предоставление оружия. А вы где будете его брать? Потом, опять же, непонятно, где они разбросаны. Если они по фронту размазаны, еще неизвестно, как ими командуют, какие части. Их могут отвезти туда, в Молькино, в Краснодарский край кого-то, да, какие-то части рассыпать по фронтам. И там они окажутся под контролем совсем других людей, да. Но нужно для этого убить Пригожина. Потому что если устранить Пригожина, да, это все посыпется, потому что он ключевое звено. Через него идут деньги, через него идет снабжение, связи с Кремлем и так далее. Крыша какая-то. То есть для этого нужно его устранить. Ну, а неподчинение приказам в военное время, ну, в данном случае, оно по-другому не может и трактоваться, и иметь другие последствия. Кроме как физическое его устранение. Я думаю, что, как и раньше, я давал этот прогноз, он не включится, он не вовлечется в орбиту этих отношений. Потому что, видимо, ему предложили какой-то регион, я так понимаю. Он сказал, я не хочу быть крысой, чиновником, что это за жизнь. Я не хочу быть губернатором, там что-то такое он не узнал. Я думаю, наверняка что-то такое прозвучало, может, даже Белгородчину ему предлагали отдать, а ты своим ЧВК закроешь нам границы. Я не исключаю, но он понимает, что это вообще, кто такой чиновник, назначенный губернатор. Это пустое место. Его завтра просто сняли и посадили в камеру за какие-нибудь прегрешения коррупционные или еще что-то. И в данном случае он не хочет на это вестись. С другой стороны, у него выбор небольшой. То есть, если бы он мог со всем своим ЧВК отправиться в Центральную Африканскую Републику, Мали, в Африку, где-то на дистанции, подальше. Но там тоже не так все просто. Потому что ты можешь существовать вне пределов России, в какой-то территории, только если у тебя метрополия тебя поддерживает. То есть, это службы, деньги и все остальное. Если у тебя этого ничего нет, в чем твоя сила? В оружии? Ну, его тоже надо пополнять. В патронах их тоже надо давать. А в взаимоотношениях с африканскими этими тройболистскими диктаторами? Ну, простите, а уж кто-кто? А эти-то переменчиво, знаете, кто больше даст? Поэтому, с этой точки зрения, у него очень уязвимое положение. Он существует, пока есть сам Путин, и есть некая группа, которой он выгоден. Ну, ковальчуки, прежде всего. Которым это нужно для того, чтобы отвести какую-то угрозу со стороны армии, со стороны части спецслужб и так далее. Возможно. Мы не утверждаем этого, но не исключено, что там вот тут какой-то процесс передела или потенциального передела, в котором Пригожин играет роль некого щита. Вот. Если они решат свои вопросы совсем наверху, там, ковальчуки, значит, руководство ФСБ, Патрушевы с самими Путинами, то он станет лишним элементом. Потому что, а какую функцию он будет выполнять? Ну, вот сейчас возьмут этот, например, обратно Бахмут. В течение месяца полутора такой не исключено. Ну, его окружат просто. Заходить не будут. Зачем? Нет ни подвоза, боеприпасов, ничего. И просто будут... Вот. Если по карте, как фланги, деоккупироваться, освобождаются ВСУ, то и что? И какая перезапия? Ну, и сидите на этом Бахмуте. И что? А что дальше? Вы еще в строительстве там сейчас начните. Как они вот в Мариуполе начали. Вот. Поэтому я думаю, что, скорее всего, судьба Пригожина – это все-таки физическое его устранение. Это вот без вариантов.